Большой праздник урожая Гомельской области принимал Мозырь. Передовики, жатвы и гости собрались в центральной части города, которая в выходные превратилась в одну праздничную площадку. Стартовал агрофестиваль «Дожинки-2020» – шествие деликаций всего юго-восточного региона Будокошелёва и Речица, Карма и Рогачёв, Калинкович и Светлогорск, Лельчица и Ельск. Больше тысячи участников шествий и их коллеги, которые остались трудиться на родной земле, прожили непростой трудовой год. По своим климатическим условиям Гомельская область всегда считалась зоной рискованного земледелия. В 2020-м к традиционным засухе и ветрам прибавились весенние заморозки и летние песчаные бури. Тем не менее, прошлогодний результат аграрии увеличили на треть. Областной каравай весит более 900 тысяч тонн. И это не считая кукурузы. «В текущем году мы получили больше урожая, чем в прошлом году. Больше на 30% и намолотили более 915 тысяч. Конечно, когда мы посмотрели и вернулись к истории этих лет, увидели, что помешина может молотить и более миллиона. Поэтому на сегодняшний день мы, конечно, не останавливаемся на этом. И уже закладываем урожай следующего года. Наша задача – мы отнимали миллион тонн в следующем году». Дожилки в масштабном формате Мозырь принимает не впервые. Почти 20 лет назад в городе над Припятью собирались аграрии всей страны. И тогда, и сегодня хозяевам краснить не приходится. Работа проделана большая. А ее итоги особенно ярко смотрятся в обрамлении красок золотой осени. Антураж и праздничное настроение – дело рук сотен людей – творческих, ярких, креативных. Весомый вклад в подготовку праздника дожинки внесли Мозырский нефтеперерабатывающий завод, Мозырский опытный лесхоз, Мозырские молочные продукты и Мозырь-соль, Золя, Кузенки-агра и другие. В целом, к областному фестивалю Мозырь кардинально преобразился. Реконструировано 220 объектов, заменены устаревшие коммуникации, расширены проезжие части, отремонтированы городские лестницы. Все это останется горожанам и после праздника. Вся задумка и концепция проведения праздника областного фестиваля ярмарки дожинки 2020 удалась. И я надеюсь, что сегодня наши гости, которые приехали к нам в Мозырь, это оценят по достоинству. Мы всегда с радушием рады гостям, а тем более такой категории наших работников, ценных и уважаемых, как труд хлебороба. Это действительно очень тяжелый труд, но очень значимый и ответственный. И сегодня отчествовать будут на Мозырьщине лучших из лучших хлеборобов в нашей области. Слова благодарностей в адрес хлеборобов и не только звучали весь день. Особое внимание – выставки сельскохозяйственной техники. Без современных комбайнов, тракторов и зерносушильных установок сложно добиться высоких экономических показателей. А вот с результатами труда аграриев, готовой продукции, гости дожинок знакомились на стилизованных террасах-подворьях. Караваи, мясные и овощные деликатесы – все выращено на своих полях и приготовлено своими руками. На празднике хлеборобов каждый район традиционно старался завлечь и удивить одни тканными или соломенными изделиями, другие – творческими номерами. Зал городского дворца культуры принимал, пожалуй, самое торжественное мероприятие дожинок – церемонию награждения победителей сельскохозяйственного соревнования. В этом году лидером среди районов по производству зерна стала Жлобинский, а лучшим хозяйством в этой же номинации названа экспериментальная база Креничная Мозорского района. Водители, комбайнеры, агрономы, работники зерносушильных комплексов – герои прошедшей жатвы и праздника «Дожинки-2020». Работая от заре до заре, в общий результат они действительно вкладывают душу. Наградам, конечно, рады, а поздравления принимают со скромными улыбками. Работа налажена, урожай хороший. Я с детства работаю, 16 лет. Мне нравится, техника хорошая. Ну, надо подоработать, но техника хорошая. Вручили на дожинках и отдельные награды – медаль за трудовые заслуги у председателя Мозорского районного исполнительного комитета Елены Павлечко. Почетной грамотой администрации президента награжден руководитель совхозкомбината «Заря» Олег Слинько. Давно Гомичину не радовал такой урожай, эти объемы, валзерная, которые в этом году мы собрались. Немножко легче на душе. Мы знаем, понимаем то, что сегодня будет животноводство с кормами, то, что мы будем иметь побольше молока, мы будем больше иметь мяса, лучше будут работать наши перерабатывающие предприятия. Карман наш станет шире и богаче. Мы будем сыты, здоровы, мы будем радоваться своему труду и снова закладывать успех следующего года. Машинный парк трех районов – Мозорского, Речицкого и Будокошелевского – пополнился новыми погрузчиками «Амкадор». Достойная награда за отличный трудовой результат. Уборочная кампания еще не завершена. Картофель, сахарная свекла и другие овощи, и, конечно, кукуруза. Итоги этих работ подведут во время профессионального праздника – Дня работников сельского хозяйства.